Они всегда очень ярко выступают. Если есть такой стереотип, это хорошо, я думаю. Агрессивно. Мне, конечно же, была близка по духу именно программа партии КПРФ. То есть вы не можете сказать, что я установил 50 скамеек, 50 турн. Здесь получается, как бы немножечко несправедливо, мы за тебя будем голосовать, но самое главное, чтобы ты не молчал и не сидел там. Почему КПРФ? Продукты кто-то должен покупать и кто-то должен доставлять, и все это входит в сумму. Это уже там около 4 тысяч рублей. Я думаю, что это нормальная поддержка. Очень хорошая инициатива. Я надеюсь, ее поддержат в следующем году. В эфире АТВ программу «Актуальная тема» в студии Мариам Восконян. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях депутат Народного хурала Бурятии, член партии КПРФ, член Комитета по социальной политике Тумен Дондаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Туман Салендашевич, ну вы вообще у нас в программе впервые, вот в программе «Актуальная тема», поэтому сегодня мы хотели бы с вами поговорить не только о проведенной вами работе в этом году, но и вот о вас. Расскажите, пожалуйста, о себе. Родился я в Кижингинском районе, в селе Максахон. После седьмого класса мы переехали с родителями в Яравнинский район, село Ульдурга. Поэтому у меня две родины, так сказать, да. И после службы в армии в 2002 году переехал в город Улан-Удэ и начал работать электриком. Электриком в ЖЭО-27. И, конечно же, как человек, который родился еще в советское время, я видел те достижения, которые еще тогда были. Ну, бесплатное образование, медицина, все. И, конечно же, сразу в КПРФ я не пришел. Мне уже тогда было, в 2010 году, ну, около 30 лет. Ну, ко мне вот был Владимир Данилович, есть такой коммунист. Он ко мне на работу приходил. Ну, мы с ним обсуждали разные вопросы, в том числе политическую ситуацию в стране. И, конечно же, говорили о том, к чему стремится и идет партия КПРФ, что предлагает, и что сегодняшняя власть нам предлагает, и какие идеи, какие направления. И как человек, который прожил еще в советское время, мне, конечно же, была близка по духу именно программа партии КПРФ. И поэтому я еще в 2010 году принял решение вступить в ряды КПРФ. Смотрите, вступить в партию – это одно, но пройти путь от электрика до политика – это совершенно другое. Почему вы решили баллотироваться? Конечно, когда я вступал в партию КПРФ, у меня, ну, каких-то вот даже мыслей о том, что я буду баллотироваться в Народный Хурал и быть избранным депутатом Народного Хурала, конечно, не было. Ну, и даже таких мыслей не было. Но мы говорить должны о том, что партия КПРФ и, как любая партия, она борется за власть. И, соответственно, если ты не будешь подготавливать свои кадры, и в том числе и в органах власти, и в законодательной власти, конечно, какая может быть завоевание власти. Поэтому наша партия своих молодых, так сказать, товарищей выдвигает на определенные округа кандидатам в депутаты. Ну, и, соответственно, в 2013 году Октябрьский районный комитет принял решение выдвинуть меня по 17-му одномандательному округу. Тогда вот моим оппонентом был еще ректор Технологического университета Соктоев. Ну, на тех выборах достаточно успешно провели избирательную кампанию. У меня тогда был один из лучших результатов. Я тогда занял второе место по одномандатному избирательному округу. Ну, и после этого партийная организация приняла решение меня направить в Москву, в Центр политической учебы при ЦК КПРФ. Я прошел там двухнедельные курсы. И после этого был избран первым секретарем Октябрьского районного комитета. До сих пор уже три созыва. Коммунисты Октябрьского района доверяют мне и избирают первым секретарем Октябрьского районного комитета. И, конечно, в 2018 году, когда были выборы в Народных Урал, и как руководители Октябрьского районного комитета меня выдвинули, это также партия выдвинула, по 17-му одномандатному округу, только по партийному списку. Вот смотрите, вы говорите, что сейчас вас выдвинули от партии, то есть вы не являетесь депутатом одномандатного округа. Как в таком случае оценивать вашу работу? То есть вы не можете сказать, что вот я установил 50 скамеек, 50 урн. Как оценивают вашу работу? Что вы делаете в Урале? Здесь, конечно, в большей степени мы работаем над законодательными инициативами, работаем в обсуждении законопроектов, в выездных совещаниях, на рабочих группах. Здесь, конечно же, можно говорить об инициативах, которые были выдвинуты нашими депутатами, ну и в том числе я принимал участие. На очередной сессии Народного хурала 26 ноября будет приниматься закон по поддержке детей с ограниченными возможностями, которые будут обучаться на дому, то есть которые не имеют возможности приходить в школу. Здесь на совещании данного законопроекта я принимал также участие. Мы обсуждали о том, что все-таки в денежном выражении надо выплачивать родителям вот таких детей. И еще такой момент, наверное, надо здесь сказать, что на сегодняшний день у нас дети сейчас обучаются дистанционно. И есть категории детей, которые должны питаться бесплатно, так сказать. И уже федеральные и региональные деньги в бюджет уже заложены. То есть октябрь месяц уже прошел, сейчас уже ноябрь месяц. Пока, конечно же, дети находятся на каникулах, и уже с понедельника должны выйти на учебу. И в связи с тем, что, наверное, до конца ноября ограничительные меры, ну, вопрос будет, видимо, обсуждаться, как будут дети обучаться дистанционно или очно. И я считаю, если дети будут дистанционно дальше обучаться, то также надо деньги направлять родителям. Помните, весной покупали продуктовые наборы и направляли родителям детей. И там достаточно много было обсуждений в интернете по поводу общекачества продуктов, по поводу цены продуктов. И здесь надо говорить о том, что в любом случае продукты кто-то должен покупать, и кто-то должен доставлять, и все это входит в сумму этого питания. Поэтому я считаю, что если будем направлять детское питание, ну, школьное питание, надо именно деньгами направлять родителям. Я вот так подсчитал примерно, если даже 63 рубля 50 копеек на одного ребенка, ну, это обед примерно стоит, да, на 22 дня – это 1300 с лишним рублей, и на трое детей, если там, ну, многодетной семье, да, это уже там около 4 с лишним тысяч рублей. Я думаю, что это нормальная поддержка, и это надо уже деньгами, ну, именно деньгами направлять. Смотрите, вы имеете в виду только в условиях пандемии, то есть это… Да, да, именно в условиях пандемии. Временная такая инициатива. Да, конечно, временная такая инициатива. Еще что было? Так, ну, еще что можно сказать. В условиях пандемии, ну, конечно, там мы с нашими товарищами, ну, тоже так определенно продуктовые наборы покупали, и с депутатами народного хурала. Еще весной мы приобретали, ну, маски направляли, да, и вот стиральные машины, телефоны вы, наверное, видели, да. Ну, во всех этих мероприятиях мы, конечно, депутаты от КПРФ тоже принимаем участие. Ну, я считаю, что все-таки надо более шире рассматривать данные поддержки, инициативы, потому что, ну, приобретенные маски, я не думаю, что так надолго их хватит, потому что маски надо менять через каждые два часа. Мы сами понимаем, что одну маску два часа, ну, должны носить, да, стоит она примерно там 8-10 рублей в магазинах. И когда появляется вот острая необходимость, вы помните, там весной, да, они там и 50, и 100 рублей стоили. Неоднократно я уже на сейсиях народного хурала выступал и предлагал правительству, что в этом направлении надо создать муниципальные или государственные предприятия, которые бы производила данные маски, и чтобы льготным категориям граждан, ну, то есть даже школьникам, студентам выдавались вообще бесплатно эти маски, а остальным гражданам, чтобы по себестоимости продавалось. То есть если по 2 рубля будем продавать маски, да, вот по себестоимости, я думаю, вполне мы будем, можем требовать, чтобы носили маски, и, ну, вы знаете, что мы депутаты народного хурала, хотя лично я и депутаты ТКПРВ были против того, чтобы вот передавали полномочия по составлению протоколов, ну, за нарушение масочного режима, да, вот муниципальным органам власти, государственным органам власти республики Бурятия, да, но тем не менее данные проекты закону уже приняты, и людей, если они не будут носить маски в общественных местах, могут штрафовать, поэтому я считаю, что мы все-таки должны организовать муниципальные или государственные предприятия, которые будут производить эти маски и бесплатно раздавать людям. Ну, это одна из инициатив, да, ну и дальше, вот еще весной мы с депутатами подготовили обращение президента Российской Федерации, председателя Государственной Думы, чтобы вот на тот момент, когда мы это обращение готовили, центр занятости, кто на учете стоит, да, вот минимальная оплата, компенсация, так сказать, да, была полторы тысячи рублей, то есть, ну, по безработице. И если люди оставались без работы с первого марта, то у них там, ну, 12 тысяч было, да, здесь получается, как бы немножечко несправедливо, да, те люди, которые, ну, уже состояли безработными, да, им, ну, выплачивали, ну, минималку, да, а те люди, которые остались с первого марта, им выплачивают, вот, ну, 12 тысяч рублей. Мы вышли с предложением, все-таки надо, что минимальную оплату по безработице надо увеличить, хотя бы во время пандемии. И потому что именно вот эта категория граждан и нуждается, ну, в защите. Потому что у них нет возможности устроиться на работу. Да, они сегодня не имеют возможности устроиться, потому что пандемии, идут сокращения, и в том, что там кого-то принимают на работу, ну, навряд ли, да, вот, и те люди, которые уже были безработными, они, получается, в таких условиях сложных. На что мне, вот, ну, пришел ответ, это уже от департамента по занятости населения Российской Федерации, о том, что там минимальную оплату увеличили до 4,5 тысячи рублей, и там, ну, какие-то поддержки, которые по 3 тысячи рублей, все это есть, ну, описали вот это все. Поэтому, ну, вот такие инициативы, ну, такую работу, ну, мы проводим. Смотрите, вы вот постоянно говорите, мы с депутатами своей фракции, а какие у вас отношения с депутатами других партий? Вы как-то взаимодействуете или там только конкуренция? Конечно, нет. Потому что в любом случае работать мы должны с депутатами Народного Хурала. Ну, если, ну, простой такой пример взять, да, разработал я законопроект по поддержке детей войны. Ну, весной мы вносили законопроект. Здесь, получается, все фракции и группу Народный депутат поддержали данную инициативу и подписались. То есть, если ты не будешь, ну, как так сказать, работать, да, вот с другими депутатами, у тебя просто не будет возможности вообще даже какой-то законопроект, ну, чтобы он был принят. Поэтому тоже обращение, которое я, про которое по безработице говорю, когда мы подготовили депутаты от всех фракций, да, и в том числе вот группу Народный депутат, тоже поддержали, подписались, но говорить о том, что все, конечно, подписались, нет, там, ну, есть определенные нюансы. Ну, то есть, условно говоря, можно не найти депутатов, да, вот, ну, потому что вне сессии каждый депутат, ну, занимается своей работой, ну, в другом месте находится. Поэтому, ну, тех, кого, до кого можно дозвониться, с кем можно связаться, там связались, попросили поддержать ту или иную децентриву и совместно, конечно же, работаем. И, соответственно, когда вот, ну, поступают предложения от депутатов, если у них инициатива, ну, такая нормальная, да, которую можно поддержать, мы, конечно же, тоже поддерживаем и работаем. Смотрите, если говорить о сессиях Народного хурала, я думаю, жители республики, которые следят за всем этим, у них сложился такой стереотип, что депутаты именно от КПРФ, они всегда очень ярко выступают, агрессивно. Почему так происходит? Потому что вопросы вы обсуждаете именно такие же, вот, репещущие, или у вас вот манера поведения у всех такая? С чем вы это свяжете? Я, ну, если есть такой стереотип, это хорошо, я думаю. А так вообще, конечно же, манера общения, я думаю, у нас у всех нормально, как и у всех. Ну, только когда обсуждаются некоторые инициативы, про которые мы выступаем и говорим, ну, невозможно просто так спокойно говорить. Я считаю, что вот, ну, у меня как-то еще во время избирательной кампании на встрече, вот, ну, мои избиратели говорили, ну, Тумен говорит, мы за тебя будем голосовать, но самое главное, чтобы ты не молчал и не сидел там, а этому, чтобы ты, говорит, выступал, изучал, готовился, и чтобы мы тебя слышали. Поэтому я лично вот, исполняю наказ своих избирателей, перед каждой сессией беру все вопросы, которые будут вынесены на сессию народного хурала, изучаю, и на фракции, когда мы обсуждаем вопросы по предстоящей сессии, всегда я говорю по данным, по данным, по этим вопросам, я буду выступать, и, соответственно, я готовлюсь к этим вопросам, и, естественно, выступаю. Поэтому, если есть такой отзыв, я думаю, что это хорошо. А вот мне интересно, как вы готовитесь к сессии в рамках своей фракции? То есть, кто решает, какой депутат будет, какую инициативу выдвигать или комментировать? Это все как-то обсуждается заранее? Ну, я вот только что поговорил, да, конечно же, заседание фракции КПРФ перед сессией народного хурала обязательно бывает, и не один раз бывает, и на данных заседаниях мы всегда обсуждаем. Понятное дело, что у нас все депутаты находятся в разных комитетах, и я вот, например, по своему комитету стараюсь все вопросы, которые я считаю, что по которым надо выступать, по которым надо отстаивать интересы наших избирателей, стараюсь брать. И также все наши депутаты, которые состоят в своих комитетах, естественно, они стараются и готовятся по тем вопросам, по которым они компетентны. То есть, даже если я, ну, комитет по социальной политике, да, вот какие-то, когда вопросы появляются по энергетике, например, и тему, если я разбираюсь, я могу сам предложить и взять данный вопрос на выступление. То есть, никто не говорит нам, что вот возьми и выступи. В первую очередь всегда у нас обсуждается и учитывается мнение каждого депутата. Каждый депутат предлагает, что вот по таким вопросам я буду выступать. Но если у нас остаются какие-то вопросы незакрытые, ну, то есть, есть определенный вопрос, который насущный, про который надо говорить, про который нельзя промолчать, да, вот, естественно, мы уже на фракции принимаем решение, кто будет по данному вопросу обсуждать. И уже по поручению фракции тот или иной депутат уже выступает. Интересно. Если говорить о комитете по социальной политике, как изменилась работа в условиях пандемии? Может быть, были какие-то задачи, вот, которые вам поставили в начале года, не удалось выполнить? С какими проблемами вы столкнулись? На сегодняшний день есть вопросы, когда не могут собрать, например, ну, совещание, да, или заседание комитета, ну, в связи с тем, что кто-то там болеет, кто-то не может прийти. И есть, конечно, у нас, ну, предложение такое было, обсудить вопрос по поддержке вдов ветеранов соцтруда. Да. Данный вопрос у нас пока не обсуждается, просто потому, что мы на данный момент не можем собраться, да. А так, вообще, у нас всего 4 вдовы ветеранов соцтруда, да, и получают они поддержку около 6 тысяч рублей. Мы вот с комитетом еще было время обсуждали о том, чтобы было бы хорошо, если бы они получали по 10 тысяч дополнительную поддержку. Ну, этот вопрос мы должны были обсуждать, и в том числе проводить рабочее совещание, но пока вот не можем вот эти мероприятия провести. Конечно же, на сегодняшний день вот на очередной сессии Народного хорала будет обсуждаться вопрос о том, чтобы во время пандемии комитеты и рабочие группы могли собираться дистанционно, ну, то есть по ЗУМу. Ну, данный законопроект, если будет принят, ну, думаю, мы сможем проводить рабочее совещание, и в том числе работу комитета, ну, дистанционно. Поэтому, ну, какие-то будут, наверное, подвижки. Туман Сриндашевич, ну, вот сейчас уже год подходит к концу. Есть какие-то планы на 2021-й? Уже инициативы, может, какие-то, которые вы хотите выдвигать? В этом году у меня было обращение от моих избирателей по поводу того, чтобы ввели все-таки проездные билеты на общественный транспорт. По данному вопросу я обратился в мэру города Ланудэ, на что получил ответ, что проездные билеты в трамваях есть, а на маршрутках пока, ну, ввести проездные билеты невозможно. И наряду с этим предложили о том, чтобы с бюджета Республики Бурятии могли, ну, датировать деньги в бюджет города Ланудэ, чтобы компенсировать, ну, вот, автобусникам проездные билеты. Ну, возможно, с данной инициативой я, наверное, выйду при обсуждении бюджета Народного хурала. Но наряду с этим сумма, которую они озвучивают, я считаю, что она слишком большая. И продавая проездные билеты, я думаю, что все-таки можно оттуда брать деньги и компенсировать, да, ну, и какую-то сумму, возможно, с бюджета Республики можно и добавить. Но почему этот вопрос такой актуальный? Потому что вы помните, наверное, в прошлом году зимой ребенка, который ехал в Солдацкий, высадил водитель маршрутного автобуса на остановке, и ребенок без денег остался на остановке посреди зимы. Я считаю, что это вообще недопустимо, вообще такой факт недопустим, да, и поэтому вопросы я видел в интернете также обращалась к выполномочению по правам ребенка. Ну, я думаю, что решение вопроса – это очень просто. Надо ввести проездные билеты на автобусы, маршрутные автобусы, и родители один раз в месяц, купив ребенку проездной билет, будут уже знать, что у ребенка есть проездной билет. И вопрос о том, чтобы деньги человек, ну, ребенок потерял и может остаться на улице, там на остановке уже не будет стоять. Поэтому я считаю, что дети – это наше будущее, и, конечно, мы должны в первую очередь заботиться о них. Очень хорошая инициатива, я надеюсь, ее поддержат. В следующем году Тумен Цериндашевич, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Мы вас благодарим за участие в нашей программе, была очень интересная беседа. До встречи в эфире.